Привет, привет, мои друзья! Я вышла из дома и решила проверить ситуацию, как у нас с ёлочкой на Аболоне. Я здесь у нас на Аболоне возле метро Минска. Сейчас зайду в скверик. И у нас всегда здесь возле Аболонской райдержадминистрации. Сейчас я повернусь и покажу её. Вот она за моей спиной. Это её боковая сторона. Сейчас я пойду вот по той дорожке за моей спиной и обойду эту администрацию. И напротив неё всегда стоит ёлочка новогодняя. И вот сегодня у нас уже 7 декабря. Кстати, сегодня большой праздник. И благодаря моей подружке не только по блогерству, но и в настоящей жизни, я надеюсь, мы уже подруги. Да, Ирочка? Вот благодаря моей подруге, прекрасному блогеру Ира Ти Ви Билла Церква, которая вчера выложила очень прекрасный такой ролик, такую поздравительную открыточку с Днём Святой Екатерины, Святой Великомученицы Екатерины. И она напомнила нам о том, что уже начинаются такие вот предпраздничные и праздничные декабрьские и январьские дни, в которых будет очень много таких праздников, не только, как говорят, светских, да, но и религиозных, о которых мы тоже должны помнить. Вот, и должны тоже их, ну, не то что отмечать, но хотя бы понимать их значение. И вчера Ира нам прекрасно в своём ролике это объяснила. В нашей семье День Святой Екатерины тоже празднуется, потому что у меня дочь Екатерина, у меня доченька Катюша. Вот, и мы всегда-всегда, когда она была ещё маленькой, начинали наши новогодние рождественские праздники, начинали праздновать именно с этого дня, с 7 декабря. Именно в этот день мы начинали уже дарить ей подарки. Вот, и чаще всего это были книги, как ни странно, а не игрушки, потому что именно этих подарков она и требовала. Она читала и зачитывалась с самого раннего детства, она поглощала книги, она их просто проглатывала. То есть я покупала ей много книг. И вот я думала, что вот эти книги, они растянутся на все там, скажем так, ну, новогодние праздники, на все зимние каникулы детские. Но она их быстро съедала, быстро поглощала. Вот, и я, конечно же, этому несказанно радовалась. Я очень радовалась, что моя доченька такая любознательная, что она очень любит читать, очень любит познавать всё новое, познавать мир. Вот, и вот, вы знаете, когда со временем я немножечко углубилась в значение этого праздника, праздника Святой Екатерины, я поняла, что это очень глубокий такой осмысленный праздник не только с религиозной точки зрения, но и, знаете, он несёт такой посыл, что мы должны быть всегда смелыми в своём выборе, мы должны быть всегда осознанными, и мы никогда не должны бояться препятствий и преград на своём пути, если мы уже приняли это решение. Ведь Святую Великомученицу Екатерину очень долго соблазнял тот же император Максимин. Вот, он очень хотел, чтобы она его полюбила, он хотел, чтобы она была его невестой, но она отказалась. Девушка была, скажем так, очень-очень убеждена в своих взглядах, и при этом она была очень глубокой, очень начитанной и очень мудрой девушкой. И, вы знаете, она была очень-очень образованной. Ну, конечно же, ей в какой-то мере повезло. В какой мере? Потому что она родилась в очень богатой и знатной семье. Её отец был правителем Александрии. И она родилась именно в этой знатной семье, в семье правителя Александрии Египетской. Вот, город Александрия, который в Египте. Вот, и она, скажем так, наверное, тоже с самого раннего детства имела возможность читать очень много. Она читала очень много философов, очень много произведений античности. Она читала очень много литературы по медицине, не только по философии. Её всё это интересовало ещё с ранней и с ранней юности. Вот, поэтому она была такой глубоко осмысленной девушкой и умной. Она была очень мудрой по тем временам, на свои годы. Вот, и ещё она действительно была очень образованной в том, что она читала все эти произведения вот из ихней же семейной библиотеки. Она их читала все в оригинале, а они были на многих языках иностранных для неё. То есть девушка была очень предрасположена, скажем так, к полиглотству. То есть она была полиглотом в своё время. Она читала очень много произведений на иностранных языках. И вы знаете, это очень, скажем так, знаково для нашей семьи, потому что мы свою доченьку тоже назвали Екатерина. И она впоследствии выбрала свой профессиональный путь переводчика. Она стала переводчиком профессиональным. Вот, и я этим тоже очень горжусь. Я её уже поздравила сегодня с этим днём, потому что у нас так заведено в семье. Мы всегда её поздравляем, даже когда она уже выросла и перестала быть ребёнком. Это же её день ангела. Поэтому я, друзья, сейчас хочу поздравить всех Екатерин, все мои зрители, все мои подписчики, все, кто Екатерины, и у кого в семье есть Екатерины, поздравляю вас с Днём Ангела. И желаю вам прежде всего, конечно же, здоровья. Желаю вам счастья. Желаю вам удачи. Желаю вам Божьей благодати и благословения на все ваши добрые дела, на все ваши планы. И пусть они у вас обязательно сбудутся. Ну что ж, идёмте дальше.